Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний день у нас размеренных трудовых будней, совсем скоро уйдем на выходные, безусловно. Постарайтесь провести их хорошо, потому что вы мне снова будете нужны понедельник, поскольку новая неделя, новые спекуляции, особое внимание и, конечно же, много событий, которые мы изначально не знаем, как отреагируют, как поведут себя и на рынке, каким последствиям для финансовых активов, поэтому изначально нужно быть максимально собраны. Друзья, обязательно отдыхайте, но в меру. Ну а теперь давайте в целом пробежимся по вчерашнему дню, посмотрим, что у нас еще по повестке текущего экономического календаря. День сегодня обещает быть насыщенным, буквально уже совсем скоро мы переключим свое внимание на европейскую статистику, нас ждет индекс активности в производственном секторе Германии. В 12.00 по московскому времени он выйдет. Хочу сразу, друзья, сказать, что ожидания лично у меня очень плохие. Я помню последний отчет, предварительные данные по этому индексу, они указали на то, что спад промышленного сектора Германии стал самым значительным за последние 6 лет. Вы помните, я вовсю отрубил буквально месяц назад о том, что Германия на пороге экономической рецессии. Сегодня мы можем убедиться в том, что если уж не рецессия угрожает ведущему локомотиву валютного блока, то, по крайней мере, продолжение того замедления, которое многие считают почему-то еще временным явлением. Я уверен, что это самая настоящая тенденция, которая отражает прекрасным образом, что происходит в целом в мировой экономике и как чувствуют себя отдельные страны. Я полагаю, не нужно напоминать, что раз мы констатируем проблемы в рамках Германии, то можно смело говорить о проблемах всей еврозоны. И если мы вообще говорим о каких-то экономических рисках для еврозоны, мы должны понимать, к чему, в конце концов, это должно привести для политики, проводимой регулятором еврозоны, европейским центральным банком. Ну и, разумеется, к чему это должно привести для валюты, которая стоит за этим регионом. Об этом мы поговорим сегодня тоже, как и всегда, перейдя к евро-доллару и будем обращать внимание на эту валютную пару по-прежнему, как мы это делаем всегда, в общем, будут держать вас в курсе. Дальше по отчетам в 13.00 данные по индексу потребительских цен еврозоны. Вот это уже кульминация всей слабости экономической, потому что все, как ни крути, сводится в активность потребителей, а активность потребителей влияет на инфляцию. Инфляция это как раз и есть та база, на которой выстраивается либо жесткая монетарная политика, либо мягкая монетарная политика. Также по аналогии со слабыми ожиданиями по активности в производственном секторе Германии, я жду сегодня не лучшие цифры для и показателя инфляции. В 16.30 классический период времени, когда мы обращаем внимание уже на американскую статистику, сегодня ее также будет достаточно, личные доходы, личные расходы. Как вы понимаете, из самих названий этих индикаторов, условно, скажем так, следует то, что они также позволят нам оценить потребительскую активность. В 18.00 будут опубликованы данные по активности производственного сектора ISM, разгон инфляции, там раньше выйдет Мичиганский индекс. Это то, что будет влиять на американскую валюту. И в промежутке между двумя порциями, блоками американской статистики, нас ждет отчет по темпам экономического роста ВУП Канады. Я знаю, друзья, по комментариям вижу, что многие из вас продолжают спекулировать парой доллар-канадец, ну или по крайней мере канадским инструментом, неважным даже в конкуренции с чем. И сейчас задались вопросом, что же для него будет определяющим дальнейшей динамики. Судя по тому, что сейчас мы наблюдаем пару доллар-канадец в районе отметки 1.3154, я могу предположить, друзья, что очевидное укрепление канадского доллара, даже тогда, когда растет американская валюта, указывает на то, что канадец сфокусирован на тех событиях, фундаментальных отчетах и статистике, значимой прежде всего для него. И если мы вспомним, какой плохой релиз вышел накануне по инфляции, кстати, вчера слабость общего индекса потребительских цен была подтверждена еще и слабыми данными индекса цен производителей, снизился релиз на минус 0,3%, с прошлого тоже снижение еще более серьезного минус 0,8%. Это компонента, которая указывает на то, что инфляция, скорее всего, останется под давлением. Я веду к тому, друзья, что без роста инфляции рано и абсолютно необоснованно говорить о том, что Банк Канады может повысить процентные ставки. И по идее на этом фоне канадский доллар должен был обвалиться, потому что ведь раньше его толкала идея о том, что канадский регулятор будет продолжать политику, жесткую политику прошлых лет, предполагающую разгон процентных ставок, и многие рассчитывали, что произойдет это довольно скоро в плане повышения. Сейчас, судя по последним цифрам, вывод нужно сделать совершенно обратный. Ставка, может быть, и будет повышена, но не так быстро, как предполагалось. А значит, если рынок не отреагировал на это слабостью логичной, все-таки для канадца определяющим фактором является то, что происходит на рынке черного золота. А на рынке нефти у нас позитивная тенденция. Я с большим удовольствием констатирую то, что мы наблюдаем то, что Brent и WTI продолжают постепенное восстановление. Brent 67 долларов за баррель, без, скажем, нескольких копеек, вы понимаете, о чем я говорю, не перехватывают продавцы инициативу. Это хорошо, друзья. Это позволяет нам верить в то, что на рынке есть еще потенциал, благодаря которому цены доберутся до, ну, хотя бы 70 долларов за баррель. Хотя, говорить 70 долларов за баррель, используя слова хотя бы, это, наверное, несколько нагло с моей стороны. Но вы, надеюсь, так же, как и я, ждете какой-то для себя новый психологический рубеж, которого хочется достигнуть. Я думаю, друзья, как минимум 69 мы с вами протестируем. Причин, почему нефть можно покупать, я уже говорил вчера детально, что рынок уже и забыл о критике Трампа, с которой он обрушился на ОПЕК в начале этой недели. То есть, эффект был непродолжительным. Более того, сейчас все снова сфокусировались на том, что ближневосточный картель, в основном в лице Саудовской Аравии останется привержен ранее озвученным планам по сокращению нефти добычи. Это значит, то, что в марте, который уже наступил, друзья, мы ждем дополнительного сокращения от Саудовской Аравии производства нефти примерно на 500 тысяч баррелей. Также очень скоро состоится еще одно очередное заседание стран ОПЕК+, в апреле, где будут подняты вопросы о том, что же можно еще сделать для того, чтобы создать дополнительные условия для скорой ребалансировки рынка черного золота. И уже на рынок постепенно со стран ОПЕК закидываются идеи о том, что соглашение о снижении объема добычи на 1,2 миллиона, помните, его определили в конце прошлого года сроком на полгода 2019 года, то есть с 1 января по фактически летний сезон, то сейчас есть высокая вероятность того, что это соглашение продлят. И продлят не потому, что не уложились, не сократили на 1,2 за ранее определенный период времени, а потому что есть возможность или, скажем так, необходимость дальше стимулировать рост цен на нефть, поскольку не решена проблема все-таки еще имеющего место быть избытка предложений, да и вообще рассинхронизация вот этого баланса спроса и предложения. И, конечно же, запасы, друзья, которые вчера нас, точнее, в среду порадовали резким снижением на 8,6 миллиона. Это то, что не могло не лечь в основу роста котировок нефти. Если, кстати, вам еще интересна венесуэльская тема, то, как вы помните, после вступления в силу санкций США экспорт реально серьезно просит. Минус 40% за месяц. Я думаю, что будет еще более серьезное оснижение. Вот такой вот тотальный фундамент в плане роста и поддержки для котировок. Я считаю, что за него легко можно цепляться сейчас, потому что негатива, который в моменте мог бы пересилить этот позитив, но нет. Хотя я признаюсь, что я начинаю уже присматриваться к уровню, где-то в районе 70, чуть повыше, где можно очень выгодно продать нефтянку, потому что есть сигналы. Вот два, как минимум, сигнала нужно отметить, но они приведут к долгосрочной слабости нефти не сейчас в моменте, а позже, когда рынок насытится вот этим позитивом, ну или, по крайней мере, переживет вот самое, пожалуй, важное событие предстоящего месяца, это встреча лидеров Китая и США, где будут обсуждаться вопросы дальнейших торговых отношений между ними. Вот в плане негатива я сказал, ну, я вижу в качестве базы для последующих продаж, это рост нефтедобычи в США и удручающиеся данные из Китая, которые с каждым месяцом становится все хуже и хуже. Вот несколько часов назад вышел отчет по производственной активности в Китае, он оказался на минимальном уровне за последние несколько лет, это еще одно доказательство того, что Китай использовал все ресурсы ранее состоявшегося демографического взрыва, который обеспечил экономику крайне дешевой рабочей силой. Все, Китаю больше не начнем расти, и я думаю, что даже в случае соглашения с Соединенными Штатами Америки все равно проблемы продолжат, скажем, сказываться на темпах экономического роста, это внутренние проблемы. И мы будем говорить всегда о Китае, как о регионе, довольно слабым угрожающим темпом роста всей мировой экономики. По нефти разобрались, друзья, ждем 69.70, думаю, что очень скоро доберемся до этого уровня. Евро против доллара 1.13.71. Я продолжаю настаивать на том, что евро нужно продавать, фундамент. Миллион раз я уже объяснял, почему евро аутсайдер. Вчера, точнее позавчера, мы анализировали данные по бизнес-оптимизму, сегодня будет отчет по активности в производственном секторе, тоже, уверен, как уже было сказано, данные будут преимущественно слабые от инфляции, я тоже поддержки не жду. Кстати, откройте дневки, посмотрите, что вчера очень интересная свеча, это сам настоящий доджи. В частности, немножко, если обратить внимание на технику, я когда-то очень сильно проникся в школу технического анализа Билла Вильямса, где есть несколько индикаторов, аллигатор, овесом аллигатор, фракталы. И если они все, скажем, усиливаются еще одним рыночным явлением, как ангуляция, это когда формируется рыночный тренд и образуется свеча с очень большой тенью, небольшим тельцем, эта свеча может стать разворотной. Так вот, на евро-доллар в принципе давно я такого не видел. Возможно, вам в поддержку для того, чтобы оправдать слабость европейской валюты, теперь будет еще и техника. Доллар-иена 111.76. Друзья, вчера вышли данные по заявкам на пособие по безработице, годовым данным по экономическому росту, основному индексу расходов на личное потребление. Не буду забивать вам голову статистика, если вам важны цифры, посмотрите. Но в целом отчеты неплохие, они поддержали доллар, хотя я уверен, что восходящее движение, которое сейчас идет по американской валюте против иены, это формируемая ловушка для покупателей. Надеюсь, вы в нее не попадете. И почему я абсолютно уверен, что вчерашний рост совершенно не обоснован. Потому что вчера, как мы знаем, завершился в прямом смысле ничем саммит США и Северной Кореи. И это очень важная тема. Фактически, снова не удалось убедить Северную Корею поставить на холд все вот эти ядерные инициативы, проекты, которые разрабатываются. Ну, точнее, Северная Корея предложила альтернативу. Снимите санкции. С нас, как вы знаете, Трамп на это не согласился. Я считаю, что несостоявшийся, не обозначенный прогресс по факту этой встречи, это рыночный негатив. И он в моменте должен был привести к укреплению японской иены. Но почему-то этого не произошло. Считаю, снова повторяю, что не нужно торопиться с покупками доллара против иены. Если вам нужны какие-то уровни, в моменте я их дать не могу, друзья. Я уже открыл короткую позицию. Я жду, собственно, ослабления американца и преимущественно поглядываю, конечно же, на то, как меняются настроения в преддверии мартовской встречи между уже лидерами США и Китая. Как вы помните, я все-таки разделяю лагерь тех трейдеров, которые считают, что по факту этой встречи тоже ничего не произойдет. И мы продолжим говорить о торговом конфликте между ведущими экономиками мира. Это моя позиция, друзья. Фунт против доллара 1.3254. Немного мы скорректировались с локального хая. Готовимся к очень насыщенной середине марта, когда 12 марта пройдет голосование по, собственно, выходу в Англию в составе Европейского Союза. 13 марта мы будем наблюдать уже голосование по другому вопросу, которое будет связано с возможностью продления периода так называемой отсрочки Brexit. Это тоже очень важное событие, но я до этого предупреждал вас, друзья, что отсрочка будет. Нужно просто смириться с этим. Ну и, разумеется, отсрочка это не гарантия того, что Brexit в жестком ключе его удастся миновать. Поэтому пока идет коррекция, это неплохо. Я жду пару фунт-долларов в районе отметки 1.30. И абсолютно уверен, что фунт до этого уровня доберется. Доллар канадец в двух словах уже поговорили. 1.3154. Мы ориентируемся на нефть. Видим то, что пока что поддержка для канадца явно присутствует. И эта поддержка может привести, как я уже говорил, пару в район отметки 1.30. Ну и знаю, друзья, по комментариям, что всех интересует, что будет с американским фондовым рынком. Я сегодня хочу предложить вам сделку. Я обещал то, что мы коснемся этого сектора по S&P. Салстоп с отметки 2770 пунктов и целью в районе 2600 пунктов. Опять же, почему я абсолютно уверен, что сейчас нужно уже искать уровни для продажи? Потому что только что говорил о том, как завершился саммит между США и Северной Кореей. И готов даже поделиться небольшим инсайдом только между нами. Касательно результатов квартальной отчетности, сезона квартальных отчетностей уже, я думаю, можно сказать, что завершился. Но это ни для кого не секрет. Он оказался хуже, чем прогноз. Так вот, мои коллеги, не буду называть, в каких инвестбанках они работают, готовят декларацию инвестиционную заметку для клиентов уже на будущий сезон. И в этой заметке по прогнозам будет рекомендовано ставить на сел большинство таких столпов индекса S&P. Потому что даже по ожиданиям первый квартал 2019 года, раньше, кстати, ожидания по прибыльным компаниям были на уровне 5,5% рост, сейчас эти ожидания скорректированы с роста уже на снижение на 1,1%. Я считаю, что это как минимум причина, из-за которой нужно сейчас присмотреться к коротким позициям американского фондового рынка. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, о том негативе, который я не раз вам уже пытался преподнести в плане грядущих экономических трудностей для экономики США. Это тоже условие, еще один аргумент, при котором, в принципе, можно держать короткие позиции по американскому фондовому рынку. Напоминаю, уровень селстоп с отметки 2770 пунктов. Будут подробности дополнительные, я, безусловно, ими с вами поделюсь. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.